Что-то на белый ложилось. Как вы думаете, с чем это связано? Ну, не с хорошим, конечно. Это что-то серый снег. Словно кто-то встряхивал ковры или пылесос, черно-белое полотно накрыло чистую пыль. Видела. Везде. То есть вообще прям везде? Конечно. Кология, конечно. С чем-то, откуда-то выброс какой. Сказали, что с Нижнекамс какой-то выброс был. Нижнекамцы эти доводы подтверждают. Раиса Камалединова работает охранником в промзоне. В последнее время женщина начала жаловаться на здоровье, а ее верный друг Чубайс резко сменил рыжий окрас на серый-черный. У меня дышка пошла. У меня кашель начинается. Это же мы все это. Целый день сидим, их дышим. По ее наводке мы отправились на территорию одной из местных баз. На месте горы неизолированного кокса, а площадка вокруг покрыта серым пеленом. Сотрудники базы, как мы и предполагали, оказались неразговорчивыми. Вам не тяжело здесь работать? Нет приказа пускать. Там на центральную проходную. По серым следам мы отправились на проходную. Заместитель директора компании подтвердил, корень серого снега действительно может крыться у них. Жалобы нам поступали тоже. На выходных были ветра. Кокс подсох, разлетелся. Мы собрали технический совет для решения этого вопроса. И в ближайшее время этот вопрос уже будет закрываться. Но как тогда кокс совершил трип с Нижнекамска в Чистополь? Источник окраски снега сейчас выясняют экологи. Они взяли пробы как в Чистополе, так и в Нижнекамске. В лаборатории экологи первым делом дают растаять образцу снега при комнатной температуре. Спустя некоторое время Специалисты берут пробы получившейся воды и, конечно, проводят анализ. Итоговый результат становится известным через пять дней. Отобраны пробы снега на определение класса опасности. Анализы будут готовы в течение 7-10 дней. После чего можно будет установить причину загрязнения снега. Ведется админициативное расследование. Разноцветный снег становится уже трендом. Пару дней назад в Омске он и вовсе стал черным. Природные аномалии это, выбросы, неприкрытый кокс или еще что-то предстоит выяснить экологам. Мы будем следить за развитием этой серой истории. Огласить результаты они обещали к концу недели. Салават Мухмадуллин, Игорь Романов, Асуар Сланова, Максим Липин, ТНВ, Нижнекамск, Чистополь, Казань. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова